Покачивая Украину оружием, страны ЕС вступают в заочные соревнования, и Польша в нем решительно выигрывает. Не скрывая удовлетворения, в эфире польского канала Полсад, глава Бюро национальной безопасности сообщил, что Польша лидирует в оказании помощи Украине. Это, конечно, не только 200 танков Т-72. Этого достаточно, чтобы сформировать две бригады. Варшава расчищает пути для поставки в Киев самолетов советского производства МиГ-29. 12 таких машин сегодня эксплуатирует Словакия. Если она решится остановить их и отправить на Украину, Польша позаботится о защите воздушного пространства соседей. Польша сегодня действительно лидер мировых новостей с пометкой «Украина». При этом сами поляки больше переживают о том, чем будут питаться и чем греться после отказа платить рублями за российский газ. Польское правительство делает слишком мало. Определенно недостаточно, потому что текущая политика нашего правительства направлена на благополучие людей, находящихся у власти, близких к правительству, но не на обычных граждан. Так что да, я думаю, что правительство делает слишком мало. Мне сложно представить, как мы будем дальше жить с таким повышением. К сожалению, я думаю, это приведет к росту бедности и обнищанию общества в целом. Германия, которая борется между желанием на Украину ничего не отправлять, а если уж и отправлять, то что-то очень старое, типа гаубицы, обсуждает свой собственный военный бюджет. По словам комиссара, по делам вооруженных сил перед бундесфером стоят неслыханные задачи, а значит и траты нужны соответствующего масштаба. Не обращая внимания на критику, призывы остановить поставки тяжелых вооружений и сделать Берлин, а не Анкару, площадкой для переговоров между Украиной и Россией, немецкие политики предлагают удвоить военный бюджет страны до 100 миллиардов. За последние 20 лет оборонительный бюджет удвоился с 26 до 52 миллиардов. Так что если что-то пойдет не так, то скорее всего не из-за нехватки денег, а из-за халатности ответственных лиц. Плохие контракты и сомнительное введение этих контрактов. А Германии срочно нужны 100 миллиардов евро, но не для дальнейшего перевооружения, а для системы образования, здравоохранения и для хороших пенсий. Это наше лучшее оружие. Социалистическая партия Болгарии пригрозила выйти из коалиции, если страна отправит оружие Украине. Об этом заявила министр промышленности и экономики Корнелия Нинова. И с ремонтом украинской техники, который Зеленскому пообещал, премьер-министр Болгарии Петков тоже, не все так очевидно. Непонятно, о какой именно технике идет речь. Депутаты ждут отчета после визита в Киев, прежде чем подтвердить, что компании Терем и Авиананс позаботятся о том, чтобы все, что на Украине сломалось, в Болгарии подчинили. Если правительство и Совет министров решат отправить на Украину оружие и боеприпасы, болгарская социалистическая партия выйдет из коалиции. А по поводу спекуляций вокруг того, что оружие действительно туда отправляется, я заявляю, ни один патрон на Украину не экспортировался. Мы отправляем оружие более чем в полсотни стран, но они являются конечными потребителями. Болгария не может контролировать то, что происходит после. К антироссийским санкциям на этой неделе присоединилась Норвегия, закрыв свои границы и порты для российских грузовиков и судов. Исключения сделаны лишь для рыбаков, регулярно выгружающих свой улов на севере Норвегии, и для арктического архипелага Шпицберген, который с 1920 года подчиняется другим, более широким правилам. Италия, судя по вечерним ток-шоу, от Украины начинает уставать. Точнее, наконец, слышит зрителя. Судя по вопросам, итальянцев больше волнуют цены, маски, бесконечная эпидемия ковид. И туристический сезон, который этим летом пройдет без русских туристов. Для этого Европа, не оценив последствия, создала все условия.